В Прикаме почти 100-100 бальников. Региональный Минобор объявил предварительные результаты сдачи единого государственного экзамена. Наибольшее количество традиционно по русскому языку. Кроме того, известны результаты по математике, истории, химии, географии и литературе. Через неделю появится информация по всем остальным предметам. Еще ранее в Министерстве образования и науки говорили о том, что итоговая аттестация в целом в Прикаме проходит в штатном режиме. Однако пару нарушений все-таки было и на контроле за проведением экзамена мы сейчас и остановимся. В студии РБК Пермь начальник отдела общего образования регионального Минобора Елена Павлова и куратор ситуационно-информационного центра Прикаме Алексей Коровников. Приветствую вас. Елена Ивановна, давайте, наверное, все-таки с успехов начнем. Кратенько, к чему в этом году пришли много 100-бальников, но может быть есть, ну не знаю, может аномалии какие-то в этом году. Да, Пермский край традиционно сдает экзамены на высоком уровне. Так, например, по русскому языку в позапрошлом году более 100 100-бальников у нас было, в прошлом году 93, в этом году всего 49, но это не всего, это тоже много. И средний балл достаточно высокий, я бы даже сказала, очень высокий. Учитывая, что, насколько я знаю, экзамен-то все-таки усложняется и усложняется. Вот я об этом и хотела сказать. Пусть вот такое снижение 100-бальников нас не пугает, это изменилась структура контрольно-измерительных материалов. То есть это совершенно закономерный процесс. Ребята не стали знать предмет хуже. По химии у нас тоже очень хорошие результаты. Ну, по-видимому, это связано с нашим краем, со спецификой нашего края, химическая отрасль востребована. И поэтому ребята стремятся сдавать химию все в большем и большем количестве, и результаты тоже растут. Математика профильная, тоже на хорошем уровне сдана ребятами. Если в прошлом году у нас было всего 2 стобальника по предмету профильной математики, в этом году их 10. И средний балл по краю тоже вырос по профильной математике. Это, конечно, не может не радовать. Но вообще главный результат, конечно, он не только в баллах, а в том, что все ребята проходят аттестацию без каких-то проблем, без пересдачи. Но, однако, в отдельных случаях все-таки пересдача неизбежна. В частности, да, это связано с нарушениями порядка проведения итоговой аттестации. Елена Ивановна, вот если буквально в двух предложениях, как в этом году был организован контроль, я знаю, что и камер много было, и, так понимаю, наблюдатели тренировали для всего. Да, камеры это уже традиционно, по 2 камеры в каждой аудитории, плюс камеры также 2 в штабе. То есть мы наблюдаем не только за детьми, но взрослые, которые обеспечивают процедуру итоговой аттестации, они тоже находятся под контролем. Все абсолютно подготовлены, я имею в виду организаторов. Те, кто наблюдают за ребятами, они тоже, безусловно, не случайные люди, они тоже готовятся, проходят какое-то тестирование, они должны знать порядок, что запрещено, что разрешено в пункте, чтобы их наблюдение было очень ответственным. И этим занимается у нас в Прикамье ситуационно. Информационный центр, собственно, вот так вот мы к Алексею и подошли. Алексей, вот два слова об этом центре, да, то есть ваши обязанности, как это все происходит, ну, может быть, нас сейчас и школьники посмотрят и поймут, где нужно галочку поставить. Пусть не боятся, потому что мы работаем не для того, чтобы кого-то напугать, задержать, закошмарить. Мы нужны для того, чтобы все-таки процедура проведения экзамена, она была максимально прозрачной, чтобы все имели равные возможности при сдаче государственного экзамена. Вы наблюдаете онлайн, правильно? Да, мы наблюдаем именно онлайн. В день проведения экзамена каждого из... Если вы находите, видите, вернее, некое нарушение, хотя что можно назвать нарушением, тоже можете пояснить, что происходит дальше? Перечень нарушений, он особый, то есть наши наблюдатели его знают, и здесь, как Ирина Ивановна сказала, совершенно верно, то есть нельзя создавать такую атмосферу, где школьнику было бы некомфортно, и наблюдатели не могут ставить метки, просто если им показалось. Здесь должны быть какие-то веские основания, и только если они есть, и совместным решением наблюдателя и куратора центра, то есть меня, мы уже ставим метку, которая отрабатывается в пункте проведения экзамена. Ну, перед этим она еще модерировалась. В тот же момент? В тот же момент, да, в тот же день, в тот же момент, то есть там буквально проходит 5-10 минут. Ну, чтобы понятнее было, давайте на примере каком-нибудь разберем, я так понимаю, были все равно нарушения в этом году, ну, куда без них? Да, в этом году было серьезное нарушение в крае у нас, это по профильной математике, где ребята разговаривали во время экзамена и друг другу помогали. Естественно, это запрещено процедурой проведения, ну и нашими наблюдателями была поставлена метка. Собственно, это и повлияло на дальнейшее решение. А каким образом они друг другу передавали, чтобы прямо листочки? То есть, да, менялись листочками, черновиками, записями какими-то определенными в один момент. Как им казалось, они делают это незаметно. В тот момент, когда организаторы, находящиеся в аудитории, отвернулись от них, но камеры заметили все. И на камерах все было видно. Есть, к сожалению, такое вот среди наших школьников, да и даже взрослых людей, особенно касается тех районов, которые находятся от центра далеко, что камеры могут не работать, но это не так. Все камеры абсолютно всегда во время экзамена все доедино работают. Вот вам, собственно, доказательства. Лена Ивановна, понятно, вот не конкретно на этом, может быть, примере разберем ситуацию, но тем не менее, нарушители, у которых аннулируют экзамены, вот что их дальше ждет? За нарушение порядка проведения итоговой аттестации действительно следует наказание ребятам. Если речь идет об обязательных предметах, которые необходимы для получения аттестата, это у нас русский язык и математика любого уровня, базовый или профильный, вот эти предметы ребята могут пересдать в сентябрьский период дополнительный. Вот эта ситуация, о которой Алексей Николаевич рассказал, она как раз касается математики, поэтому двоим ребятам удаленным с экзамена, и чьи результаты были аннулированы, возможность пересдать будет предоставлена в сентябре. Если бы это были предметы по выбору, которые нужны для поступления в ВУЗ ребятам, то такая возможность была бы у них только через год. Но и вот те, кто в этом году на математике были удалены, они, к сожалению, не поступят в ВУЗ в этом году, не будет у них возможности. На будущий год они снова могут до 1 февраля заявиться на участие в итоговой аттестации, выбрать те предметы, которые им необходимы для сдачи, для поступления в ВУЗ. Но надеемся, что в сентябре у них все получится, и аттестат к тому времени у них уже будет. Так сказать, уже из чистого листа, да, получается? Да, да, да. Алексей, ну, я думаю, все со мной сейчас согласятся, Лена Ивановна, школьники все-таки, выпускники особенно, они выдумщики гораздо на различного рода обходы правил. Вот как-то изменилось с течением времени, к чему сейчас готовятся ребята, выпускники? То есть как они проявляют себя? Проявляют они себя, конечно, по-разному. Естественно, если запрещены разные средства, которые можно обнаружить на входе в пункт проведения экзамена, телефонные, да, это. Другие разные вещи, то сейчас бывают с собой смарт-часы, они вполне себе похожи на обычные часы. Пользуются ими, ну, тоже на входе их останавливают, или при входе в аудиторию, там можно тоже все увидеть, следить. Либо берутся стандартные шпаргалки. А до каких-нибудь там шпионских аксессуаров не доходит? Это было в прошлом году, это было в прошлом году, две интересные истории. Кратенько, если можно. Да, кратенько. Одна из них тогда, когда парень, очень хорошо и прилично одетый, в пиджаке, в коричневой рубашке, в красивом галстуке, но сделано такими цветами, что он маскировал камеру, которая была между галстуком и воротничком. Вот, он брал листок, поднимал на камеру, делал одни и те же движения, и, естественно, это наблюдательно показалось очень странным. Вот, ну, тогда уже он был обнаружен. Вот, другое, это когда камера была в копачке от ручки. И тоже... Собственно, тоже очень странно, наверное, себя вел, тот, кто сдавал экзамен. Елена Ивановна, вот, все-таки, проводили какую-то оценку, может быть, как вот эта вот атмосфера какого-то тотального контроля влияет на школьников, когда они задают экзамены? Волнение, безусловно, есть, но мы многое делаем для того, чтобы это волнение снять еще до экзаменов. Мы проводим и психологическую подготовку, не только с ребятами, но и с педагогами, и с родителями. И вообще, к этой процедуре итоговой аттестации надо относиться очень спокойно. Это обычный учебный процесс, финальная его завершающая часть. Главное, что в основном подавляющее большинство справляются с экзаменами. И вот сейчас мы находимся практически уже на финишной прямой, уже началось вручение аттестатов в девятых классах. Буквально на следующей неделе в одиннадцатых классах начнут вручать аттестаты. И получают аттестаты с положительными оценками практически все. Поэтому бояться не нужно, это проходили все в той или иной степени. И вот все успешные люди, они когда-то сдавали экзамены. Об этом надо помнить. Значит, в этом нет ничего исключительного, это нормальный процесс. Вот, пожалуй, на этом предлагаю закончить, на такой светлой ноте. В студии РБК Перм были начальник отдела общего образования регионального Минобра Елена Павлова и куратор ситуационно-информационного центра при Каме Алексей Коровников. Обсуждали мы предварительные результаты сдачи ЕГЭ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова